Власти Армении не понимают языка дипломатии, российский эксперт о провокациях на границе и. Не стоит надеяться, что Азербайджан и Армения, начав процедуру установления границы, мирно и спокойно ее завершат, современная история доказывает, что политическая элита Армении не понимает языка дипломатии. Об этом сказал Дэй. Эйзи-кандидат филологических наук, российский политолог Анар Гасанов. Процесс делимитации и демаркации может повлечь пограничные инциденты, локальные вооруженные столкновения. Между Арменией и Азербайджаном много спорных участков, что предвещает нам долгий и напряженный процесс. Не стоит надеяться, что страны, начав процедуру установления границы, мирно и спокойно ее завершат. Современная история доказывает, что политическая элита Армении не понимает языка дипломатии. Как гласит известная фраза, добрым словом и револьвером вы можете добиться большего, чем одним только добрым словом. В случае с Арменией этим фактором могут выступить вооруженные силы Азербайджана, сказал наш собеседник. Эксперт придерживается версии, что последние инциденты на границе носят военный характер. Я не вижу чьих-либо торчащих ушей за январским инцидентом. Что касается попыток Армении вовлечь ОДКБ в конфликт, то должен сказать, что в военном альянсе постсоветских стран Ереван даже в председательствующем статусе не является первой скрипкой. Армения за свою 104-летнюю историю государственности не стала влиятельным центром, оставаясь лишь инструментом в глобальной геополитической игре, отметил российский политолог.